Всем привет! Вот сейчас столкнулась с дискуссией по поводу того, нужно ли вокалистам изучать сальфеджио, обязательно ли попадать в ноты, и как же те примеры, известные тех вокалистов, которые могли не знать ноты или сальфеджио, но стали известными, потому что они изначально хорошо пели. И опять же, такие примеры существуют, но мы не можем точно доказать, что действительно эти люди не знали ноты и не изучали сальфеджио. Быть может, они его начали изучать позже. И в принципе, я считаю, что трудно заниматься пением, исполнением песен, тем более их написанием, если при этом вообще не будет интересно, как построены ноты, не захочется что-то об этом узнать. Если такое существует, то, скорее всего, в таком творчестве главное это элементы шоу, и вряд ли именно такой вокалист будет стараться усложнить свои партии, стараться сделать что-то виртуозное, скорее всего, будет исполнять что-то достаточно простое, но при этом больше элементов шоу включать. Либо его будет обучать грамотный педагог, опять же, который сальфеджио знает, потому что это у всех должно быть в базе. И даже если вот сам вокалист не знает ноты сальфеджио, но те педагоги и звукорежиссеры, кто с ними работает, они же всё-таки знают, следовательно, всё равно без этого никак не развить действительно настоящего такого великого артиста. Конечно, многие люди поют по наитию, то есть на слух запоминают, заучивают произведения, потом их исполняют, у кого-то это получается достаточно хорошо, потому что человек умеет подражать, копировать интонации, умеет запоминать мелодию, попадать в ритм. Это уже даёт ему без каких-то навыков других, без сальфеджио, без знания основ ритмики. То есть он может сам это исполнить благодаря своим внутренним данным, которые изначально заложены, причём заложены как? Возможно, этот человек, он жил в музыкальной среде, даже если не его родственники или родители были музыкантами, но, может быть, он часто это наблюдал среди соседей, или были такие друзья, или часто звучала рядом такая музыка, которую можно было слушать и попеть. Во всяком случае, может быть, у человека изначально заложена способность хорошо слышать, интонировать, повторять и попадать в ритм. В таком случае он может научиться чему-то и без сальфеджио, то есть просто заучить какие-то песни и петь их в караоке, может быть, даже выступать где-то. Но будет ли это действительно что-то виртуозное, или это будет что-то на каком-то таком уровне, просто хорошем бытовом уровне, чтобы попеть в компании или исполнить песни средней сложности. Потому что всё-таки, чтобы действительно выучить что-то сложное на уровне Марая Кэрри или Витни Хьюстон, где очень много опеваний, милизмов, или вот оперные певцы, оперные арии учат, и всё-таки вряд ли можно спеть сразу без вот этих вот знаний сальфеджио, без понимания в какой тональности поём, какие там по диапазону ноты в песне. Ну, в крайнем случае, да, педагог может подсказать, но и сам человек тоже ему может быть интересно, и должно быть интересно понимать, как песню под себя адаптировать, какая песня ему подходит, а какая нет. Потому что иногда начинающие приходят на урок и выбирают песни, настолько далёкие от своего голоса. Для примера, часто девушки выбирают песни мужские, и они абсолютно уверены, что сейчас возьмут и споют те ноты в оригинале, которых у них нет в их диапазоне. И очень удивляются, что да, оказывается там низко, а кажется, что высоко. Потому что мужчина, когда поёт эти ноты, для него они по ощущениям выше, чем для женщины, и поэтому он, естественно, будет звучать высоко. То есть как будто он прилагает какие-то усилия, когда поёт, это использует много дыхания, атакует звук. А девушка будет петь, у неё это будет как шёпот, или вообще эта нота не возьмётся никак, потому что она выпадает из её диапазона. И если это не объяснить, а для этого тоже нужно использовать знания сарфеджио, нужно показать, в какой октаве она поёт, в какой октаве написана песня, почему не получается, и почему не надо стремиться сделать это. То есть если не объяснить, то тогда человек так и не поймёт, а что не так, он просто будет петь песню неправильно, мимо, но так и получается. Я не говорю про тот случай, когда мы поём песню на октаву выше. Вот те люди, кто ещё не умеет и не сталкивался с изменением тональностей, они будут петь песню на октаву выше. То есть женщина будет петь мужскую песню высоким тоненьким голосом. И вот это вот такой первый этап к тому, чтобы понимать, что можно спеть иначе, то есть поменять тональность. Естественно, редко так получает, это может получиться, например, если вы поёте Цоя, и вы поёте его на октаву выше, это я для девушек сейчас говорю. И да, вы будете звучать, потому что именно с его голосом разница в октаву идёт, для среднего женского голоса, чтобы исполнить. Но есть мужские голоса, которые захватывают частично и женские ноты, которые для нас и так удобны, а часть песни спета в неудобном диапазоне. И тогда нужно найти удобную тональность, то есть прибавить плюс два полутона, три, четыре, может быть, на полуоктаву изменить тональность. И для этого действительно нужно знать. Вот. И если вы не имеете возможность постоянно пользоваться услугами педагога, то вам нужно примерно понимать, как изменить тональность где и именно для вашего голоса в какую сторону. Конечно, можно это делать и методом тыка, но это будет дольше, и неизвестно, угадаете ли вы. Поэтому, что касается феномена известных певтов, которые ничего не знали, я сомневаюсь, что они вообще ничего не знали, потому что если им приходилось много где выступать, естественно, они могли сталкиваться с теми людьми, которые разбираются в музыке, имеют образование. Естественно, чтобы тоже знать, о чём говорить, если их о чём-то спросят, наверняка они изучали и свой предмет, и, может, какие-то дополнительные, но, может быть, они на уровне, например, теоретического отделения по теории музыки в ВУЗе, но на том уровне, который для вокалиста был нужен. Поэтому вот это вот... Ещё, кстати, даже если был бы такой талант, который без знания ноты из Альфеджио стал известным и стал сразу хорошо петь, это не подойдёт ко всем. То есть не нужно думать, о, он смог, значит, сейчас и я буду хорошо петь, сразу просто пойду и буду. Будьте очень аккуратны, потому что не все попадают в ритм. Вот есть люди, которые хронически не могут попасть в ритм песни, сколько бы мы раз не пропели её много раз, всё равно на следующий раз начинают петь и хромать, попадать мимо ритма. И они продолжают петь, думая, что всё нормально, то есть они не знают, как исправиться. Причём как и у детей, так и у взрослых я такое встречала. Есть люди, у кого такая проблема с интонированием, что постоянно надо проигрывать мелодию на клавишах, чтобы как-то впеть, чтобы они научились исполнять песню в ноты. Есть люди, у которых вот это всё может быть относительно на среднем уровне, но какие-то сложные места они встречают в песне, кульминацию, коду или бридж, какой-нибудь развитие. Не знают, как строиться, то есть не запоминать его мелодию, не знают, как вступить, не знают, как поступить в последний припев, например. Если у вас есть такие же проблемы, напишите в комментариях, не забывайте подписываться, ставить лайки, тогда я буду чаще отвечать на ваши вопросы. И именно по этой причине, что много очень индивидуальных разных сложных случаев, нужно быть осторожным и не верить, что вот сейчас раз и всё получится, раз у кого-то получилось. Может у кого-то получилось по его каким-то причинам, что соображает человек хорошо и сразу быстро схватывает и научился сам, просто наблюдая примеры со стороны. Может на самом деле он учился, его долго учили, просто об этом не говорят. Вот я знаю, есть такая фишка, лучше сказать, да, я начинающий, тогда с тебя меньше спросят, чем сказать, я закончил школу, училище, работал с репетиторами, тогда будут более строго спрашивать, если узнают, что опыт и багаж у человека есть. Поэтому не стоит доверять на слово тем, кто говорит, что он начинающий не учился, а также не стоит и от себя такого требовать быстрого и мгновенного результата. Так что это нормально, если вы на каком-то уровне освоите нотную грамоту, сольфеджио. Если вам скучно, что может быть, тогда попытайтесь изучать это по чуть-чуть, постепенно. Найдите веселые приложения, где вам будет легко это воспринимать. Смотрите видео короткие на какие-то отдельные темы. То есть вы изучите по чуть-чуть, и тогда вам потом легче будет иметь полную картину и наступит такой момент, когда вы действительно погрузитесь и захотите использовать это для себя. Другое дело, что, может быть, не все будут погружаться глубоко, но этого будет достаточно, чтобы петь чисто, чтобы понимать, как построена мелодия, чтобы сделать хорошую вокальную аранжировку, потому что бывает куплет-припев одинаковый, и вся песня одинаковая, как шарманка. А зная, как правильно построить новые вокальные партии, интервалы, вы сможете разукрасить песню, сделать красивое развитие, кульминацию в ней, чтобы вас было не скучно слушать. Так что очень... Или, например, в дуэте, или в ансамбле спеть, и знать, как подстроиться, чтобы звучать не всем в унисон, а разделить партии на голоса. Так что очень много возможностей открывается, если вы будете изучать ноты, строение мелодии и так далее. Спасибо за внимание, и ваши вопросы, пожелания пишите, и я скоро выложу еще что-нибудь новенькое. Всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!